Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Сегодня мы продолжаем говорить о стрессе, как с ним справиться и не сойти с ума в потоке негативной информации. В гостях у нас психолог Елена Зоткина. Елена Александровна, здравствуйте! В прошлой программе мы достаточно подробно говорили про психосоматику, связь стресса, психосоматики и рассказали про священную семерку, разобрали язву желудка, бронхиальную астму, то, что входит в эту семерку, нейродермит, язвенный колит и эссенциальную гипертонию. И еще у нас 4 заболевания остались за рамками той программы. Давайте, может быть, с этого и начнем. Я могу упомянуть сейчас эти диагнозы, чтобы мы могли на них ориентироваться, потому что там действительно всегда есть вот эта психологическая составляющая, и как мы говорили ранее с вами, там есть всегда стресс-запускающий фактор. Даже когда есть само заболевание, обострения возникают после того, как мы попадаем в этот стресс, ну, конечно, связанный с нашими реакциями на происходящее вокруг. Вот мы с вами в прошлый раз не назвали ревматоидный артрит, да, это тоже такое непростое заболевание, потому что оно возникает у людей, которые, как правило, находятся в состоянии подчинения, зависят от окружения. Это может касаться профессиональных отношений, семейных отношений. И вот то напряжение и та агрессия, о которой мы говорили в прошлый раз, которая накапливается, она разворачивается, как говорят, например, в психосоматике, на себя, на свое тело, да. И если мы говорим про жизнь суставов, то как раз нагрузка достаточно сильная, потому что напряжение – это напряжение мышц, и суставы начинают страдать от этого напряжения. И здесь, конечно, освоение техник релаксации, которые, я надеюсь, мы сегодня с вами немножко о них поговорим чуть-чуть, да, и покажем что-то, что помогает как раз уйти от этого лишнего, разрушительного для организма напряжения, будет очень хорошо помогать. Туда же, к этим же заболеваниям психосоматическим, относится базе этого болезнь, и здесь мы говорим о нарушениях в работе щитовидной железы в первую очередь. И стресс здесь тоже является запускающим, потому что если брать организмы, процессы, которые там происходят, то там есть такая цепочка, что стресс влияет на работу гипоталамуса, он на гипофиз, соответственно, и на щитовидную железу. И поэтому, когда что-то происходит, да, дисфункция щитовидной железы, то мы действительно попадаем по одной из теорий, это хроническое нахождение в ситуации стресса. То есть есть предположение, что люди с таким диагнозом, они постоянно в стрессе, как будто бы их организм постоянно, да, вырабатывает эти гормоны. Ну и, конечно, гормон такой, как кортизол, он очень сильно влияет на наше здоровье физическое. И мы с вами еще не назвали два заболевания, которые были добавлены в свое время относительно недавно к этой священной семерке. Это нервная анорексия, то есть когда у девочек идет отказ от приема пищи, и, соответственно, мигрени. То есть это тоже те заболевания, которые очень тесно связаны с одной стороны с личностными качествами, с другой стороны с социальным окружением, с особенностями отношения. Потому что при нервной анорексии, когда девочка вообще отказывается от еды, например, от приема пищи, или получает недостаточные объемы качества этой пищи, есть изменение ощущений тела и неадекватное отношение к телу. То есть она крайне астонизирована и в то же время думает, что она полная, да. То есть вот этот образ себя, он там очень сильно искажается. И очень многое связано с изменением отношений с мамой. А если про мигрени, то мигрени возникают у тех, кто должен все контролировать. Вот если мы говорим про сегодняшний день, то я не знаю людей, которые бы в первой не использовали стратегию контроля. То есть она чаще защитного характера, даже у тех, у кого не так ярко выражено. И люди, у которых разыгрывается мигрень, а это не просто головная боль, да, это очень сильная боль в течение иногда нескольких часов, иногда нескольких суток. Очень дискомфортное и плохое состояние тяжелое у человека. Это человек, который пытается уконтролировать то, что от него реально в жизни не зависит. Вот поэтому здесь мы тоже можем помогать. Вот это основные заболевания, которые называются психосоматическими. И эмоциональная составляющая, она играет очень большую роль. А мне встречалась информация, что еще с сахарный диабет какая-то разновидность тоже относится. Вот про это говорят. На самом деле сахарный диабет, он нередко развивается на уровне вот этого затяжного стресса. Это как раз связано с гормональными обменами. И если говорить про уровень, например, кортизола, то он отвечает за как раз обменные процессы, в том числе и за сахар в крови. И он его повышает резко. И если мы говорим про нахождение человека в длительном дистрессе, затянувшемся стрессе, то у него появляются определенные признаки. И действительно, диабет – это одно из последствий. Также набирается масса тела. При этом масса тела набирается чаще всего, начиная с области живота. Это подкожный жир откладывается. Это влияет на работу внутренних органов, потому что еще и там жировые вот эти отложения появляются. И также влияет на жизнь наших суставов, их работоспособность, на хрупкость костей, которая появляется. То есть последствия стресса, они очень разрушительные. И поэтому очень важно, уходя от стресса, пользоваться не только возможностью пообщаться с психологом, но еще и возможностью научиться, в первую очередь, сохраняя контакт с собой, с телом, научиться расслабляться. При этом такой эквивалент нашего эмоционального спокойствия – это, если говорим про тело, это состояние релаксации. Вот так же, как люди, у которых бессонница на фоне стресса начинается. Что надо, чтобы человек заснул? Физиологически он должен просто расслабиться. То есть расслабить те мышцы, которые хронически напряжены. Но человек, как правило, этого не чувствует. И поэтому есть отдельные техники, которые очень хорошо позволяют научиться расслабляться. И по контрасту человек начинает получать опыт ощущения тела в расслаблении, которого до этого уже у него не было очень давно. Это так же, как если бы мы с вами вот сжали кулачок и держали какое-то время. У нас бы ощущение кулачка, оно просто убежало. И поэтому в чистом виде хроническое напряжение длительное ни один человек не отслеживает. Ну, расскажите про вот эти вот техники. Как все-таки расслабиться? Я очень часто использую в своей работе с клиентами, с пациентами очень простую технику. На первый взгляд простую, очень важную. Если вы ее делаете правильно, пошагово, как говорят, хотите вы не хотите, вы все равно физически расслабитесь. А если мы расслабимся, мы становимся спокойнее и стабильнее. Вот эта техника называется концентративное расслабление. Автором этой техники является Бригитта Бьотер. Она живет и работает в Германии в Институте психоанализа и по первому образованию является физиотерапевтом. Вот почему физиотерапевт? Потому что именно физиотерапевты одними из первых стали интересоваться, да, какими способами можно помогать телу человека сохранять физическое, ну и как следствие, психическое здоровье в данном случае. Да, и техника позволяет, да, расслабиться. Вот я предлагаю нам с вами попробовать ее сейчас проделать. Вот предлагается положить руки на стол. Если кто-то будет выполнять ее дома, то вы можете взять какой-нибудь коврик, жесткий только, да, и лечь на спину, например. И я вас сейчас попрошу тоже, да, положить ладошки на стол. Единственное, чтобы локти, может быть, чуть вперед продвинуть, чтобы не падали, да, назад руки, вниз. И попробуйте сейчас, Галина, предчувствоваться к опоре под левой и правой рукой. И попробуйте по ощущениям только сказать, какая рука сейчас занимает по ощущениям большую площадь, левая или правая? Левая. Левая. И попробуйте сохранять это ощущение контакта с опорой. И опять только опираясь на ощущения, скажите, пожалуйста, какой формы эта зона соприкосновения с опорой, да? Если бы вы ее рисовали, что бы это было? Можете немножко описать? Ну, круг, наверное. Похоже на круг по ощущениям, да? И вот, когда этот круг по ощущениям есть, каких он размеров? Вот как чувствуется опять? Сколько, насколько там, или он ровный круг прям? Как чувствуется? Может быть, любым. Иногда в сантиметрах, в километрах. Как ощущают? Я даже не знаю, ну, возможно, чуть больше размера ладони. Ну, это сколько приблизительно? Как чувствуется? Сантиметры. Любые единицы? Я не знаю, сантиметров двадцать в диаметре. Сантиметров двадцать по ощущению в диаметре, да? Замечательно. И преобладающие ощущения сейчас, да, вот в этой зоне соприкосновения с опорой. Какое оно? На поверхности кожи, прям где кожа касается опора. Тепло. Тепло. И когда такое тепло, оно знакомое тепло для вас? Да. А в жизни откуда такое тепло бывает знакомо? Что можно делать? Я не знаю, где быть этой руке? Кошку гладить. Кошку гладить. Совершенно замечательно. И когда вы кошку гладите, вы как относитесь к кошкам? Какое у вас настроение? Спокойное. Спокойное? Да. Такое уравновешенное. Она мурчит еще в ответ. Замечательно. Спасибо. И теперь предчувствуйтесь, пожалуйста, к правой руке, как она лежит на опоре. Почувствуйте также форму зоны соприкосновения. Какая она сейчас там? Такая же, круглая. Круглая. Да. Все то же самое. А вы предчувствуетесь, не загадывайте. Вот как чувствуется? Прямо как есть сейчас, прямо в моменте. Если бы рисовали, да? Но чуть меньше, чем у левой. Приблизительно сколько? Ну, я не знаю, если левая 20, ну, 18, например. 18, да? И преобладающее ощущение сейчас в этой руке какое? Где касается опор? Как чувствуется? Мягко. Мягко. И вот это мягко, оно тоже знакомо? Чтобы так мягко было? Да. Иногда бывает знакомо, иногда нет. То есть, это я зрителям, наверное, поясняю, да? Такое мягко откуда знакомо? Что можно этой рукой делать или где она может быть? Не знаю, волосы. На голове. Гладить себя по голове. Можно себя погладить. Расчесываться. Да. Вот и когда такое мягко, вспоминается, как можно волосы погладить, да, какое ощущение себя, настроение возникает? Ну, тоже спокойное, такое равновесное. Да. Оно такое же, как с кошкой или другое? Ну, наверное, другое немножко. Немножко другое. Вот. И последняя просьба к вам, Галин, вот попробуйте сейчас одновременно ощущать, да, и левую, и правую руку в опоре. И попробуйте что-нибудь представить или, может быть, даже что-то сделать мысленно для того, чтобы эти ощущения в опоре левой и правой руки стали ближе друг к другу. Вот что для этого должно произойти? Вот первое, что в голову приходит, неумное, ассоциативное, как мы иногда. Так вот соединить руки, чтобы они почувствовали друг друга, да. Замечательно. И когда вы руки соединили, что это за ощущение в руках на поверхности кожи? Ощущение. Да. Опора. Опоры. И сейчас, если есть возможность, да, уже сесть удобно, спасибо огромное, да, положить руки, как вам удобно, да, и просто попричувствоваться к своему телу. Вот как сейчас себя чувствовать, руки ваши как себя ощущают, какая? Прямо вот по ощущениям. Но руки расслабленные. Руки расслабленные, да. Вот это как раз, Галина, тот эффект, который достигается. Ну, если так, причувствоваться к телу, а если уж поделать полностью на опоре, да, то тогда мы с вами физически попадаем в зону расслабления. Вот. Но здесь есть такой вот алгоритм, по которому мы с вами прошли. Поэтому огромное вам спасибо за помощь, потому что на себе это показать я не могла бы, да. То есть здесь нужен кто-то другой, кто будет говорить и кто будет... Да, я на долю секунды даже забыла, что у нас тут эфир, программа пишется, да. Да, да. Есть такое, да. Вот это упражнение, оно очень простое. На первый взгляд. И здесь есть действительно определенная логика задавания вопросов. И если кто-то из зрителей захочет потихонечку делать дома, то достаточно будет просто описывать буквально на уровне алгоритма, да, по ощущениям только ориентируясь, размеры, форму ощущения и то ощущение, которое преобладающее. Вот у вас оказалось два достаточно приятных, комфортных каких-то ощущения, да, но если они будут у кого-то не очень приятные, то вы можете себя также спросить, что хочется сделать и описать. И вот мы с вами сейчас разговариваем вслух, в диалоге находимся, а дома, если это делать, надо обязательно говорить вслух, чтобы я сама себя слышала. Потому что наш мозг работает немножко иначе. И вот таким образом, проходя по разным зонам, мы себя очень хорошо релаксируем именно на уровне физиологическом. А этот уровень очень тесно влияет на работу иммунной системы. И вот есть достаточно интересное исследование, по которым если мы это упражнение выполняем, и его как раз используют как базовое для очень тяжелой соматики, когда работает, наша иммунная система начинает работать в разы лучше. И это прямая причинно-следственная связь. То есть здесь мы помогаем не столько уже через речь, сколько идем от физиологии. И тело тоже может помогать нам стабилизировать свое эмоциональное состояние. До этого я говорила, как от психики мы движемся к телу, а сейчас вот вам яркий пример, как физиологически что-то проживая, в контакте с другим человеком, отвечая на вопросы, мы уже помогаем физическим телом стабилизировать стабилизировать себя эмоционально. Поэтому я за то, чтобы мы с вами использовали и один путь, и второй. И поэтому разделить этот круг и сказать, что первично, а что вторично, как иногда говорят, ну практически невозможно. А для того, чтобы наша иммунная система работала, нам надо из 100 работоспособных лейкоцитов всего 4%. То есть это очень мало. Но тогда они должны быть очень хорошо обучены. И вот это упражнение, оно помогает, снимая стресс, стабилизировать работу иммунной системы, отдельных органов и систем. И очень часто используется при работе именно при восстановлении, при онкологических заболеваниях, когда работа иммунной системы, она очень важна. И особенно важна, да. И это очень хорошая техника, которая не требует каких-то особых знаний. Мы можем ее использовать с достаточной регулярностью дома, для себя, чтобы профилактировать все-таки стресс. То есть даже для профилактики. Да, да. Мы прожили день, мы общались, мы с чем-то встречались. И если мы честны перед собой, то я уверяю, не все, что было в течение дня, нам будет нравиться. И где-то мы подкапливаем это напряжение. И способность уйти от напряжения, она очень важна. И есть еще очень важный побочный эффект этого упражнения. Вот когда уходит лишнее статическое напряжение, связанное как раз с эмоциональными нашими переживаниями, мы начинаем наконец-то чувствовать реальное тело. И поэтому, когда это упражнение делают впервые, то нередко сначала тело вдруг начинает где-то побаливать, что-то подтягивать начинает. Потому что там, где больно, мы обычно что делаем? Мы зажимаемся и вроде как не чувствуем, что болит. А когда мы начинаем расслабляться, то как раз у нас что происходит? Мы начинаем чувствовать, где у нас что-то не так и побаливает. И если мы делаем это упражнение дальше, то обменные процессы улучшаются. И очень многие функциональные нарушения, они тоже могут уходить потихонечку. То есть тело нам будет подсказывать, а мы о нем будем заботиться. То есть полезно освоить всем это упражнение и каждый вечер, например, проделывать. А пожилые люди, у которых есть уже такая возрастная бессонница, они очень быстро понимают, что если я физически расслаблюсь, я засну, и начинают использовать это упражнение для засыпания. И очень часто оно очень хорошо помогает. А вот дыхательные какие-то практики тоже я слышала есть. Есть очень много разных способов релаксации, и каждый из вариантов, он имеет свои особенности. Есть те, например, техники, они чуть более сложные, но они очень эффективные. Когда мы сочетаем напряжение и расслабление, и еще правильное дыхание. Очень много связаны и похоже на всевозможные восточные практики. Вот там мы можем снимать уже непосредственно напряжение в отдельных областях тела, работать, как говорят, с зажимами, если говорить про телесно-ориентированную терапию. И, соответственно, работать с зоной проблем, которые связаны с отношениями. Вот, например, если говорить про разрушительные какие-то переживания, то, наверное, самое разрушительное – это обида. Вот почему обида разрушительная? Да, потому что, ну, есть же там злость, ярость, там человек все крушит, да. Потому что я злюсь на себя. Я очень много разворачиваю, да, и удерживаю. А, нет, обида – это когда на другого, да, вина на себя. Мне очень нравится определение обиды, одно из, когда говорят, что обида – это требование, чтобы другой человек почувствовал себя виноватым. То есть сама по себе позиция изначально утопическая. Она не касается меня, она касается другого. Я не могу заставить другого как-то там на меня реагировать или не реагировать. То есть такая утопия. Но напряжение будет очень сильным. И это действительно агрессия, которая возникла в первое мгновение, но я ее подавляю. То есть в результате, во-первых, мое тело как памятник, да, то есть это постоянное статическое напряжение. И я еще и замираю в этом состоянии, потому что я же жду, пока придет другое извиниться. И я не активна в этом месте, я вообще не влияю на свое состояние. И вот это разрушает достаточно быстро. И когда приходят люди, испытывающие, да, вот это состояние обиды, оно откуда знакомо большинству из нас? Очень часто обиды знакомы из детства. Когда что-то происходит, да, например, я маленькая, меня хотят обидеть. Обижают обычно кто? Более взрослые, более старшие, да, люди. Ну там, разница в два года, если у ребят на площадке, то старшие, конечно, могут подойти, там, да, челбан. Я вот мальчика вспоминаю одного из тех, с кем я работаю. Конечно, говорят, я сдачи не дам. И вот это вот ощущение, да, как иногда говорят, начавшегося движения руки, когда я хочу ответить, а нельзя, да. Или я пытаюсь ответить, мою руку ловят и говорят, так, нельзя, да. Иногда взрослые, ну, так же поступают. И вот это застывшее в теле напряжение, начавшееся, но нереализованное движение, оно как раз может очень хорошо прорабатываться через дыхание, как вы сказали ранее, и специальное движение. Вот. Если в вашей студии возможно показать движение рукой, и я могу немножко помахать руками, то я это сделаю. Вот. Вот если говорить про проработку именно этого состояния, то предполагается вытянуть руку вот так перед собой, вы тоже можете попробовать, если хотите, это очень интересный момент. И если говорить про, ну, представить, например, часто воспитанные люди представляют, что они не обидчика там отбрасывают в сторону или толкают, а как будто здесь где-то у вас баскетбольный мячик находится, где-то вот с этой стороны, то есть у вас это лево-верх получается, и ровной прямой рукой я как будто бы хочу этот мячик отбить в перспективе. То есть только локоть не сгибаем, прям до конца, да, вот это очень важный момент, и вот это вот движение по косой я буду пытаться совершать. Ну как? Я второй рукой возьму вот так, ограничу, и вдохнув, вот где дыхание появляется, вдыхаю, задерживаю дыхание на пике вдоха, не выдыхаю, и пытаюсь осуществить это движение, считая до пяти. И держу руку, и не даю, а моя рука, вот очень сильное сейчас уже напряжение, она все равно пытается этот мячик отбросить. Попробуем? Вдох. Раз. Два. Три. А я вспоминаю, что я хочу отбросить. Четыре. Пять. Выдох. И разрешаю руке пройти, да. И как будто я туда это что-то отбрасываю на какое-то расстояние. Вот так можно работать со взрослыми и с детьми. Если сейчас руки опустить немножечко вниз, да, и попричувствоваться. Вот какие ощущения в руке? Легкая. Легкая рука. А что представляется, где мячик? Что я там могу отбрасывать? Вот у меня сейчас представились документы, которые мне надо писать и оформлять. Почему-то ассоциативно возникли. И вот когда делать это упражнение, сначала мы все внимание на движение, да, у нас уходит, а впоследствии вы можете еще успеть себя спросить, что я сегодня отбрасываю, да, что мне не хочется, но я все равно пойду, раз я взяла на себя ответственность и буду это делать, да. Вот такое упражнение. Хорошо делать обеими руками. Вот так вот можно работать с обидой, снимать напряжение. Это удивительные техники, потому что они позволяют напрягать ту группу мышц, которая позволяет сбрасывать напряжение там, где мы осознанно расслабиться не можем. То есть так работают там с кишечником, с сердечной мышцей, с перикардом там и так далее. И таким образом можно помогать и соматически себе. А если самые простые варианты брать с дыханием, то, конечно, есть замечательная такая инструкция от людей, которые рядом, когда мы волнуемся, да, они на нас смотрят и говорят, так, спокойно, вдохни, выдохни, да, и вот несколько раз буквально на уровне дирижирования. И это тоже помогает. Есть диафрагмальное дыхание. Если мы с вами вдыхаем на диафрагму, то мы уже не можем так волноваться, как до этого. То есть главное – освоить диафрагмальное дыхание. А как это работает? Почему так происходит? Почему мы успокаиваемся в этот момент? Диафрагмальное дыхание, оно прямо противоположно реакции на стресс, по сути. То есть мы можем вдохнуть диафрагмой, а это активность области живота, получается, да, она когда опускается, то есть у нас живот должен быть максимально расслаблен тогда, чтобы диафрагма, как конусообразная мышца, у нас с вами вниз опустилась. Если у нас живот зажат, а у нас живот зажимается как раз в стрессе, когда мы замерли, да, потому что живот – это все-таки, ну, та часть нашего организма, которая уязвима, то есть связана с выживаемостью, и само название – живот, да. И когда мы вдыхаем на диафрагму, мы эту часть учимся расслаблять, и поэтому у нас получается на уровне физиологии, да, такой антистрессовый режим включается. Вот. А для коммуникаторов очень хорошо, одно из последствий, да, когда вдохнули на диафрагму, снимается очень большая часть напряжения с гортани, то есть нет уже напряжения на голосовых связках, то есть мы будем говорить на более мягкой атаке звука, например, да. Если на стрессе мы пытаемся говорить, да, то иногда там говорят комогу в горле, я не могу ни сказать, ни вдохнуть, ни выдохнуть, да. Вот. Здесь само дыхание диафрагмальное, оно еще дает и вот такой хороший побочный эффект. То есть мы можем тогда говорить и долго, и не уставать, и выйти из стресса через дыхательные-физиологические процессы. Вот. Но в любом случае здесь акцент на теле, да. Вот. Елена Александровна, выпуск у нас подходит к концу, к сожалению. Конечно, у меня вопросов еще очень много и про стресс, и про техники. Это очень такая интересная, злободневная тема. Но сейчас, вот в завершении нашей программы, давайте, может быть, нашим телезрителям дадим какое-то послание, может быть, рекомендации, подытожив все у нас вышесказанное, как жить в мире, где стресс подстерегает на каждом шагу, как себе помочь и как вот выходить из этих ситуаций. Первое, конечно, видеть зону своего влияния, активности, то, что реально от вас зависит. И принимая именно свои решения, учиться о себе заботиться каждый раз. И тогда будет лучше вам, и обязательно будет лучше тем, кто рядом. Вот. Ну и, конечно, выход из стресса и вообще быть здоровыми. Это значит осваивать определенные новые какие-то программы поведения, которыми вы можете воспользоваться в любой момент времени. То есть это научиться и просто делать. Вот. Ну и, конечно, помогать тем, кто рядом, потому что та среда социальная, в которой мы живем, да, она и для нас важна, но мы же можем ее тоже формировать. И поэтому совместные усилия, они очень-очень-очень к хорошим результатам приводят. Вот. Заботьтесь о себе, и все будет гораздо лучше для тех, кто рядом. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Всего доброго. На сегодня это все. Это была программа «Разговор по душам». Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова